В Карагандинской области благоустраивают город Приозерск. На реконструкцию набережной Балхаши выделено 70 миллионов тенге. Здесь приложили новые тротуары, провели освещение, оборудовали детские и спортивные площадки, по программе озеленения посадили деревья. В дальнейшем здесь планируют открыть Этнаул. Наша цель – создать комфортные условия для отдыха горожан и туристов. В прошлом году мы провели аукцион на свободные земли. Участки выкупили пять предпринимателей. В этих местах планируют построить санатории и гостиницы. В прошлом году Приозерск посетили около 2000 туристов. Налоговые поступления составили 95 миллионов тенге. На юге Ревана горит одна из крупнейших в Армении мусорных свалок. Ликвидировать огонь не получается уже пять дней. На площади в тысячу квадратных метров горят строительные ходы. Мэри и спасатели проводят совместную операцию по тушению огня. Его распространение удалось остановить. Остались отдельные дымящиеся очки. При этом эксперты опасаются, что из-за ветра они вновь могут разгореться. Причина возгорания пока неизвестна. Ее выяснят позже, как только потушит пламя. За последний год пожаров тут стало меньше. Полигон на 70 процентов засыпали землей. В мэрии предлагают оперативно разработать проект новой площадки бытовых отходов. По оценкам экспертов, ущерб устанавливается. Для тушения пожара на свалке в Нуборошине потребуется еще неделя. Мы работали в сложных погодных условиях. Мобилизован весь состав муниципального учреждения. Частные компании предоставили технику. Сейчас распространение огня остановлено. Остались отдельно изолированные очаги, но они продолжают дымиться, поскольку есть глубинный огонь, который невозможно сразу потушить. Москва создает все необходимые условия для голосования граждан Узбекистана в России на июльских выборах президента республики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым. Это его первый официальный визит Москву после вступления в должность. Среди приоритетов взаимодействия в сфере образования и науки на сегодня в российских вузах обучается около 12 тысяч граждан Узбекистана на безвозмездной основе за счет федерального и региональных бюджетов. А на следующий год узбекским студентам учебный год выделено 800 квотных мест. Мы очень ценим то внимание, которое оказывается в Узбекистане русскому языку, русскому образованию. У вас работают 14 филиалов российских высших учебных заведений. Это мой первый официальный визит в российскую столицу в новом качестве. Но, тем не менее, у нас, уважаемый Сергей Викторович, у нас уже третья встреча по счету, которые проходили как традиционно в содержательном формате. И с теплотой вспоминаю наши предыдущие беседы, особенно в Самарканде. Такая растущая позитивная динамика контактов между нашими ведомствами и в целом по всему комплексу судоустановых отношений впечатляет и говорит сама за себя. В иранском городе Басра открыли экспериментальный завод по выпуску строительных материалов, где работают роботы. Они изготавливают около 16 видов химикатов. Это примерно 400 тысяч тонн в год. Таким образом, директор завода планирует уменьшить количество ошибок в процессе производства и нарастить экспорт. Сейчас на фабрике работает только 25 человек. Без роботов потребовалось бы не менее 100 сотрудников, говорит владелец завода. Здесь роботы смешивают материалы, добавляют химикаты в определенные растворы. Благодаря высокой эффективности продукция, которую производят роботы, может прослужить от 25 до 30 лет. Редактор субтитров А.Семкин